Слава Богу, братья и сестры, что действительно в этот тихий вечер Он позволил нам быть в Доме молитвы. В продолжении нашего служения я буду говорить на очень важную для нас или очень актуальную в это последнее время, во время, когда в нашей республике еще есть какое-то напряжение, и мне хочется с Библией в руках рассуждать вместе с вами на эту тему. Это очень такое время, когда многие по незнанию могут попасть в неприятную для себя ситуацию и попасть в ситуацию, когда эти действия не будет одобрять Господь. Дима частично затронул взаимоотношения мира и верных Господу людей. У кого какие в жизни приоритеты, кто какие функции в жизни выполняет, средства, которыми достигаются определенные цели. Дима частично затронул, и я как бы продолжу эту мысль. Кто будет следить, мы сегодня будем читать из пяти, а может и из шести мест. И кому будет интересно, кто будет следить за мыслью, то откроем для начала, для нашего рассуждения, второе послание Коринфянам. Вторая, третья глава, второе послание Коринфянам. И прочитаем сразу два места, где верующим говорится, кем они должны быть в мире. В любое время. В любое время, не только в наше время. Эти слова были написаны для всех поколений, от того времени, когда Господь был на земле. Они касаются сегодня и нас. Второе Коринфянам, третья глава, третий стих я хочу прочитать. Здесь апостол Павел говорит о том, даже со второго стиха можно, ну давайте третий пока. Вы показываете собой, что вы письмо Христово. Через служение наше, написанное не чернилами, но духом Бога живого. Не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Апостол Павел называет верующих людей, именно верных, а не тех, которые называются письмом Христовым. Ранее он говорит, вы письмо наше, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми людьми. То есть это письмо, это качество быть письмом, или это содержание этого письма, передается из поколения в поколение. Но в конечном итоге он говорит, вы показываете собой, что вы письмо Христово. И еще одно место, это вторая глава, 15 и 17 стихи. Ибо мы, Христово благоухание Богу, и спасаем их, и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен на это? И дальше 17 стих он говорит, почему? Ибо мы не повреждаем Слово Божьего. Мы не повреждаем Слово Божьего, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога, перед Богом во Христе. Если апостол Павел говорит, что мы не повреждаем Слово Божьего, как многие, для нас это говорит, это очень простая мысль, что многие его повреждают. И многие его подстраивают под определенные условия, под определенные обстоятельства. Для благоухания во спасение других, для того, чтобы читали люди нашу жизнь, и люди видели в нас, в нас вот это вот письмо, которое приведет или поможет им прийти к Господу, верующему нужно как-то особенно себя вести. Как-то особенно благоухать для мира. Мы с вами годами посещаем местные церкви, читаем и слушаем примеры из Библии о героях веры. Об одном из них было сегодня читано. Есть многие, которые являются для нас, уверовавших, этим духовным благоуханием. Мы, слушая о них, берем себе пример. Мне очень нравится читать книгу Даниила. Мне очень нравится читать историю Сидраха, Мессаха и Евдинага. Эта история действительно вдохновляет нас, тех, которые следуют за Иисусом. Вы посмотрите, что с ними произошло. Я коротко. Они занимали хорошие должности. Они были на высоте, в почете, хотя были пленниками. И они могли бы такими и оставаться, если бы они тихонько сделали то, что просил царь сделать. Просто поклонитесь истукану, которого я сделал. Ничего сложного. Тихонечко. Поклонитесь. Никто не заметит. Никто не обратит внимания. Все поклоняются. Они не пошли на это. Они не пошли на это. И все думали, что уже все. Их повели к печи. Их бросили туда. И царь, сожалея, качал головой. Он жалел их. Потому что он их уважал. Они были в почете. Но за то, что они проявили свои вот такие качества верности Богу, они после того, когда вышли из печи живыми, у них положение стало еще выше. Господь еще больше их возвысил. И он пред всем народом сказал, что это истинный Бог. Бог Сидраха, Месаха и Авдинага. Это истинный Бог. И если кто-то будет что-то о нем плохо говорить или хулить его, в куски будет изрублен. И мало того, и жилье будет его уничтожено и стерто с лица земли. И с истории. Вы понимаете? Кажется, вот уже все постигло. Все вот за свою верность. Нет. Бог возвысил еще больше. Подобная история произошла и с Даниилом. После того, когда он оказался в львином рву. И потом, когда его извлекли оттуда, он был в почести у царя еще больше. И мы видим эти, читаем эти с вами случаи из Библии об этих людях. И, конечно же, веря в то, что Библия это Слово Божье, нас эти случаи, эти примеры вдохновляют. А мир, эти примеры вдохновлять не будут. Для них это по меньшей мере еще так более лояльно думающих людей и история. А для другой вообще скажут, что ты мне эти сказки рассказываешь. Для них это не авторитеты. Для них это не благоухание Божие. А что для них? Или кто для них может быть благоуханием? Братья и сестры, вы не поверите, но мы с вами верующие люди. Верующие люди, верные, это будет правильнее, они могут быть в этом мире благоуханием и письмом, читаемым всеми. я хочу прочитать еще одно место, вернуться к третьей главе, ко второму стиху. Мы его не читали. Нет, я прочитывал его. Вы наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми людьми. И самое важное в том, когда в нас читают, чтобы нам проявить это качество письма Христового, это 17 стих, который мы тоже уже читали, я хочу повторить. Ибо мы не повреждаем Слово Божьего, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом, во Христе. Вот оно, братья и сестры, наше, без всякого подвоха, без всякого двуличия, чистое Слово Божье. И тогда мы будем письмом Христовым, а не письмом какого-либо философа, не письмом какого-либо историка или великого мира сего. Если мы не искажаем Слово Божьего, передавая его в уши мира, мы являемся письмом Христовым. Эти категории людей, которые я сейчас перечислил, философы, историки или великие мира сего, они тоже исследуют Писание. И они порой знают Библию лучше, чем мы с вами. Но они это делают без Духа Святого. У них нет того, что есть у нас с вами. У нас с вами есть ум Христов. И только наше сердце может понимать правильно Писание, когда оно освящено Духом Святым. Хотя в их рассуждениях, я вам скажу, порой есть тоже логика. В их рассуждениях есть то, чему стоит поучиться и может быть даже задуматься в жизни мирской. Но над духовными вещами они рассуждать не смогут. Посмотрите, когда Иисус был в пустыне, он веден был туда для искушения, в пустыню. и когда лукавый к нему подошел. Он для нас единственный такой пример, на который мы постоянно должны смотреть. Он не сослался в ответах ни на одного философа, ни на одного из авторитетных мира. Он ссылался на Священное Писание, он ссылался на пророков, он ссылался на слова или то, что исходило от Его Небесного Отца. Священные Писания, братья, дорогие и сестры, нам важно это понимать с вами, они самое лучше истолковываются Священными Писаниями. Если кто-то хочет найти истину и будет искать ее в трудах человеческих, есть шанс, что заблудится. Очень большой шанс, что заблудится. Это труды человека, пусть даже человека верующего, пусть даже глубоко верующего, но он может ошибаться в своих рассуждениях. Почему он может ошибаться? потому что он живет в плоти. Он подвержен культуре того времени, где он живет. Он подвержен веянием того времени. Он подвержен обстановке политической той, в которой он живет. Посмотрите на наш мир сегодня, братья и сестры, насколько он политизирован и можно сказать, и это не будет каким-то преувеличением, если сказать, что он сошел с ума. По-другому трудно сказать, глядя на те события, которые сегодня происходят. Сегодня наш мир неадекватен. И сегодня эти процессы благодаря интернету более быстро и более масштабно распространяются во всем мире. И тяжело смотреть, что они порой увлекают братьев и сестер. и тогда глядя на это думаешь, Господи, возможно, ты допускаешь эти обстоятельства для того, чтобы церковь твоя поняла сама в себе, насколько она еще плоская, насколько сильны в ней и являются основанием стать на другую сторону, эти качества ведут ее к этому, что даже твои искупленные благодаря этим веяниям и принимая их, могут стать на другую сторону от тебя, и отнюдь не на ту сторону, которую ты благословляешь, и это, знаете, трудно смотреть на это, Бог допускает в нашу жизнь такие обстоятельства, чтобы нам было время понять, что мы в них не должны находиться, мы не должны находиться в этих обстоятельствах, чтобы не стать Бога противниками, я не ошибся в этом слове, чтобы не стать Бога противниками, когда вот братья говорят, что но люди выходят за все хорошее, чтобы было у нас в стране хорошо, скажите, а с другой стороны, те люди, которые находятся с другой стороны, они хотят, чтобы в стране было плохо? Правильно, нет. Все хотят, чтобы в нашей стране и в мире было хорошо. Это просто, друзья мои, игра слов лукавого. Это просто игра слов. И Господь, чтобы было хорошо для достижения такой хорошей цели и благородной цели, предлагает два пути. Вернее, будет сказать, что есть два пути. Из них один путь предлагает Бог, а второй путь предлагает не Бог, а люди, движимые плотью и ее качествами. Не схожая ли ситуация с той, братья и сестры, когда мы вспомним, когда Христос пришел в наш мир? Чего ожидали от него евреи? И что он им проповедовал? Есть в этом разница? Ведь они тоже ожидали от него хорошего. Они ожидали, что он освободит их от этого ига римского. Разве это плохо? Хорошо. Варава и его братья организовали движение сопротивления власти. И мы видим из истории, читая Слово Божье, поддержал ли эту идею Христос? Нет. Он эту идею не поддержал. Он проповедовал то, для чего он был послан. И когда он уходил с нашей земли, то, сидя на камне близ Иерусалима, он плакал, глядя на Иерусалим. Почему он плакал? Вы не познали время посещения своего. Они были увлечены другим и тоже хорошим. Каким деспотом была римская империя? Как она их унижала? Почему бы не поддержать Вараву и его соратников в борьбе за все хорошее? А если мы вспомним историю с Савлом, когда он шел в Дамаск, скажите, он тоже ведь хотел добра? может ли прийти кому-нибудь из нас мысль, что Савл был глупцом? Нет. А что он был неверующим? Тоже нет. Он был верующим, глубоко верующим человеком до фанатизма. И он шел, чтобы тоже было хорошо книжники и фарисеи, чтобы они процветали так, как и раньше процветали. Чтоб всех тех, которые проповедуют новое учение, влачить и сажать в тюрьмы. Хорошее дело. Павел на баррикадах. И он тоже, если бы мы ему сказали, и любой другой человек, который жил в то время, сказал ему, что ты, Павел, не прав, я не допускаю мысли даже, что он бы его послушал. Когда сегодня говоришь братьям и сестрам, которые увлечены идеей сопротивляться власти и поддерживают в своих твитах в интернете эту идею, когда им говоришь, что вы не правы, что это не наш путь, они не верят, они озлобляются, нарушаются отношения. Апостол Савву тоже бы не принял бы ни от кого критики. Не тот был у него характер. Мы знаем это в дальнейшем. И Господь сам вмешивается в эту историю. Для того, чтобы Павел стал письмом его, а не письмом книжников и фарисеев, Господь лично вмешивается в эту историю, говоря, Савву, трудно тебе идти против вражна. Ты, Савву, письмо не мое, хотя ты веришь в Бога, но ты письмо не мое, ты письмо книжников и фарисеев, а я хочу, чтобы ты был письмом моим. И единственный источник, от которого Савву принял, это слово это Бог. И дальше, когда мы уже наблюдаем за его жизнью, и тогда, когда он предстоял перед сильными мира сего, и тогда, когда его осадили в темницу, и тогда, когда он предстоял перед священниками, мы видим уже совершенно другого Савва. Нет агрессии. он говорит почтительно, и он проповедует Христа. Этот случай с Савлом очень нам ясно говорит, что с этими всеми идеями, которые исходят не от Бога, в современном мире можно бороться только словом от Бога. Слово человеческое будет недостаточно. Никто его не примет, только отношения нарушатся. И вряд ли мы хотим, братья и сестры, чтобы, глядя на народ свой в Белоруссии, Иисус плакал. Я не думаю, что кто-то хочет этого, чтобы он плакал от того, что его невеста вместо того, чтобы заниматься собой, чтобы готовить себя, чтобы проповедовать Евангелие и спасать души, ввязывается в политические процессы, поддерживая какую-то одну из сторон. Порой не зная, не понимая, что скрывается за той стороной, которую она поддерживает. Вы знаете, когда вот такое происходит, сегодня оно происходит в Белоруссии, раньше я разговаривал с братьями с Украины, вот, и с многими приходишь к выводу, что когда в церкви вскрываешь эти моменты, а за кого ты, а за кого ты, ты сразу вносишь в церковь разделение. конечно, мне хотелось бы, чтобы многие и в нашей церкви, и в других церквях Белоруссии, во всех поместных церквях Белоруссии понимали это. Потому что, братья и сестры, в каждой церкви есть те, которые ходили на голосование, и одни голосовали за одного, одни за второго, одни за одну сторону, другие за третью. Голосование потому и называется тайное, что оно остается в тайне. Не надо спрашивать ни у кого. Это пусть будет на совести каждого перед Господом. Чтобы не вносить в церковь разделение, наше с вами участие в политической жизни страны или места, где мы живем, должно заканчиваться на участке для голосования. Ни слова в церкви. Иначе мы не письмо Христово. Библия так говорит. А наше участие в политической жизни должно заканчиваться там. Мы выполнили свой долг там, где мы живем и на этом все. Нам важно понять цель нашего пребывания на земле в отведенное каждому из нас время. Если, конечно, мы Христовы. Вспомните, что сказал Иисус Пилату. Евангелие Иоанна, откройте. Евангелие Иоанна, 18 глава, 36 стих. Иисус отвечал, царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда. И далее 37 стих. Посмотрите, что написано. Пилат сказал ему и так, ты царь? И Иисус отвечал, ты говоришь, что я царь. И на то родился, и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. И всякий, кто от истины слушает голос мой. Всякий, кто от истины слушает голос мой. А не призывы с телевизора, не призывы с интернета, не призывы политических сил в той стране и в той местности, где живет верующий человек, слушает голос мой. И еще написано об Иисусе в Евангелии Матфея в 1 главе 21 стихе. когда ангел разговаривал с Марией и он сказал об Иисусе такие слова «Ибо он спасет людей своих от чего? От греховых? Разве братья не от диктатуры римской? Разве не от плохой экономики он их спасет? Или от того, что власть той местности несменяема? Он спасет людей своих от грехов их. И если кто-то хочет возразить что пока что мы живем во плоти и мы живем в этой местности где происходят события и мы не должны быть в стороне потому потому что мы зависим от этого то когда хочу я вам сказать Христос тоже жил во плоти и в той местности где проходили эти политические процессы и он тоже отчасти был от них зависим ничего другого ничего другого и это правда что мы с вами не должны зависеть от этого не на йоту это все плотское своим примером Иисус нам показывает и говорит до каких пределов нам важно плотское вот есть предел плотскому он говорит и о благосостоянии и о том что мы имеем и зарабатываем в жизни и о тех процессах которые вокруг нас происходят но он говорит и о какой-то планке выше которой верующий человек подниматься не должен если он хочет сохранить себя для жизни вечной и он слове своем убедительно просит церковь убедительно просит отца небесного когда уходил с земли да будут они едины последователи мои да будут едины а что просил сатана у бога помним просил сеять как пшеницу разделять разбрасывать подальше друг от друга под разным предлогом с разными причинами заворачивайте эти причины как конфетки чтобы они красиво выглядели красиво звучали но церковь должна сеяться друг от друга разделяться и когда смотришь на эту ситуацию братья и сестры духовными глазами становится больно становится больно братья и сестры уже вот я разговаривал с украинскими братьями когда начались эти процессы я еще не знаю у нас может быть не так выразительно и братья и сестры кучкуются после собрания и перед собранием не для того чтобы обсудить слово которое сказано было на служении не для того чтобы спросить о здоровье друг друга порассуждать о переживаниях о личном опыте кого посетили и так далее о жизни церкви не для этого стоит гогот в разных частях они рассуждают о политике церковь Христова скажите скажите братья и сестры мы иногда слышим призыв в нашей церкви к покаянию и вот человек придет и покается и если вот в церкви не в нашей давайте брать не в нашей и если вот в церкви по местной вот есть эти два такие вот непримиримые сообщества которые которых объединяют политические взгляды кому покаявшемуся человеку примкнуть а он пришел в церковь искать Христа если мы вспомним как Иисус называл фарисеев как он о них говорил давайте откроем еще Евангелие Матфея 23 глава 15 стих горе вам книжники и фарисеи лицемеры что обходите моря и сушу дабы обратить хоть одного и когда это случится делайте его сыном гиены вдвое худшим вас духовные лидеры делаю того кого обратят в веру сыном гиены хуже чем сами касается ли это нашего времени братья и сестры конечно же касается если церковь начинает делать то что к ней не имеет никакого отношения то что не божье то что бог не поручал церкви делать у ефесян в шестой главе я хочу еще прочитать одно место послание ефесянам шестая глава здесь написано написаны слова именно для верных для тех кого бог иисус христос пришел спасти от грехов их облегитесь во все оружие чтобы вам можно было стать против козней диктатора дьявола дьявольских против козней дьявольских потому что наша брань не против плоти и крови но против начальств против властей против правителей мира тьмы века сего против духов злобы в поднебесной вот против кого друзья мои братья и сестры наша брань для спасаемых для этого примите все оружие божие дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять итак станьте припоясавшись истиной и облекитесь в броню праведности и обув ноги в готовность благовествовать мир а прежде всего возьмите щит веры которым сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого и шлем спасения возьмите и меч духовный который есть что слово божие единственное средство чего боится дьявол и перед чем он не может устоять слово божье а те кто призывает нас к другому они они на основании слова идут против рожна они могут быть верующими они могут занимать посты они могут подвязаться в проповеди евангелия но не понимают как не понимал апостол павел будучи савлом что он идет с такими действиями против рожна и мало того братья и сестры такими действиями они еще притягивают в церковь недовольство властей становясь заложником одной из сторон мы должны тоже понимать это правильно ли будет когда недовольство властей выплеснется на гонения во все услышание по всем источникам информации кричать что у нас начались гонения за веру я считаю что неправильно потому что ваши действия верующих людей были были не те которые угодны богу нам сегодня важно исполнять слово господне и его волю и его интерес ставить выше своего а она в чем воля господня по отношению к властям в чем чтобы молиться сегодня николай перед началом говорил будем молиться за нашу власть за то чтобы нам проводить жизнь тихую и безмятежную послание римлянам давайте прочитаем откроем 13 главу 1 и 2 стихи всякая душа да будет покорно высшим властям будьте внимательны ибо нет власти не от Бога нет власти не от Бога существующие же власти от Бога установлены поэтому противящиеся власти противятся Божьему установлению я вначале говорил что я именно правильно назвал чтобы мы не стали противниками Богу когда мы противимся власти защищая свои мнимые права конечно же если человек не думает как Христос думал что он не от мира этого а противящиеся продолжение второго стиха сами навлекут на себя осуждение и это уже не будет гонение братья и сестры дорогие мои за веру и не надо будет делать большой рот и рассказывать во все стороны что началось гонение за веру это будет неправдой нам слово Божье говорит молиться за властей и не только за какую-то сторону если происходят события какие-то политические нам нужно молиться за одну сторону и за вторую сторону как вы думаете почему некоторые рассуждают что одна сторона очень злая давайте молиться за этих которые должны ее свергнуть что Библия говорит молитесь за всех человеков без исключения и за злых и за врагов и если когда-то случится вам столкнуться с одной с одним из с одним из таких людей надо поступать как апостол Павел поступал он для всех был всем вопрос вопрос политики нельзя трогать чтобы человек как с одной стороны политически ангажированной так и с другой не почувствовал что вы не желаете чтобы он пришел к вам в дом молитвы в поисках Бога вот вы знаете если я принимаю одну из сторон политических бывает что и церкви целые потому что служитель принимает такую позицию и церкви пишут какие-то петиции и принимают одну из сторон идею одной из сторон хорошо а если к вам в церковь придет человек покаяться захочет с другой из сторон и услышит что у вас происходит покаяться ли он точно не покаяться он уйдет не покаявшись и мы будем в этом виновны мы с вами которые занялись не своим делом но если мы будем исполнять слово Господне все что написано для нас то и тот который человек придет он не услышит о политике но услышит слово Божье и с другой противоборствующей стороны другой человек придет и тоже не услышит о политике но услышит слово призыва и они обои покаются и они обнимутся и они будут вместе славить Христа вы понимаете братья и сестры почему мы должны держаться только слово Божьего и ничего больше ни одного из трудов человеческих не слушать ни одного из призывов политических не поддавайтесь на это я сегодня говорю это еще раз почему потому что эти процессы в нашей республике еще не остановились и мы не знаем когда они остановятся но нам важно с вами помнить что если мы хотим быть в вечности со Христом то мы должны вести себя как вел он говоря Пилату я не от мира сего если бы я был от мира сего возможно я и составил бы вам компанию но моя Родина на небе и если мы будем так общаться с людьми то поверьте мне на наши призывы к покаянию будет отклик если у нас в церкви не будет клановости если у нас в церкви не будет политических разговоров а только слово Господне и призыв к покаянию грешники будут идти в такую церковь для того чтобы вместе с нами трудиться и служить Богу ведь если мы посмотрим вспомним события в день пятидесятницы там написано да что и присоединилась душ и дальше написано что Господь присоединял этот процесс нами только запускается от нас зависит только желание побуждение сердца сказать братья и сестры если кто-нибудь хочет покаяться пройдите вперед и мы будем молиться за вас нам надо только это сказать остальная работа Духа Святого но если Дух Святой видит что у нас в церкви происходят не те процессы каявшихся людей не будет как бы некрасиво исполнял песнопение хор один и второй и третий как бы ни говорили проповедники какие бы замечательные истории не рассказывали покаяний не будет потому что кающегося грешника в церковь приводит Бог когда он видит что эта церковь занимается тем что он для нее поручил заканчивая наше служение мы еще раз я не не помню всех пофамильно Николай перечислял перед началом собрания кто у нас болеет вспомним наших молитвах вспомним кто из нас нуждается в других обстоятельствах покаянии родных близких людей вспомним тех которые отмечали на этой неделе дни рождения давайте братья и сестры как-то будем ближе к слову Божьему ближе к тому что говорит оно нам все-таки церковь его это его тело и каждый из вас член этого тела чтобы мы научились подвязаться друг за друга в молитвах слава нашему Богу за все аминь